Меня зовут Максим Трофеев, я триедин в трех лицах. Сейчас я включу, переключал слайдов, я вхожу в своих натройниках. Знаете, да, есть напарники, есть натройники. Мы в Трипсих объединились под логотипом мультискилла. Ну и ничего не продаем, ничего не покупаем, просто вместе кусуемся. Есть единственная приличная моя фотография в интернете, здесь не видно галстука, но вообще интернет меня знает. Вот таким вот симбиоз моего любимого мультгероя со спонсором моей диссертации. Я его очень люблю. И сегодня я буду говорить с вами про цифры. Про цифры, числа. Я в свое время спалился, сделал вид, что знаю математику. Там первые мои доклады были посвящены различного рода математическим моделям, как предсказывать проекты, как там устроена лояльность. Я это смотрел с позиции теории и математической статистики. Получалась классная штука, чтобы где-нибудь попантоваться в научном обществе, практически слабо применимая. Очень часто меня спрашивали, а как правильно что-то измерять? Что правильно измерять? На вопрос, а зачем вы хотите это измерять? В лучшем случае говорили, ну там дай премию. Ну вот, мы всегда спрашиваем, когда там приходит кто-то с какой-то проблемой, зачем вам ее решать, что за ним стоит? В лучшем случае дай премию. Потому что хорошо, знаете, с продажниками. Он продал три машины, ты ему 30% с продаж. А программистам, вот им бы тоже процент чего-нибудь платить без понтовых, а вдруг они плохо работают, а вдруг они хорошо работают. А как понять, а чтобы предъявить такого? С этого все и начиналось. Но потом я немножко повзрослел, я забил на математику, я прочитал много умных книжек. Вот цитаты из одной из них. Руковод руки переписать. Простите, это единственная буква, которую в нативном поле он понял, кто сделал. У нас 153 слайда. Вы знаете, кто такой Экфордстейн? Кто не знает, поднимите руку. Отлично. Здорово. Короче, этот пацан знает, что говорит. Это человек, который сделал Японию в 50-х годах той страной, которую мы сейчас знаем. Он поднял послевоенную Японию с коллег, вывел ее промышленность на текущий уровень. Он реально, вот этот за базар ответил. Если он это пишет, наверное, что-то в этих словах есть. И действительно, наиболее важные факторы, которые необходимы для управления любой компанией, как правило, неизвестны, технически, неопределимы. Но тем не менее хочется иметь, как хотя бы иллюзию объективности, хоть какие-то там цифры, собирать что-нибудь там в отчетах менеджеров, попросить, чтобы они писали. Для этого я расскажу маленькую, простую мысль. Весь мой доклад уместился на один слайд. Я долго мучился, как бы так вот сконцентрированно передать вам мудрость. И мудрость вот она. Любая система измерений должна быть устроена так, что у вас, задумайтесь, данные перетекают в знание, знание влечет за собой действие, действие приближает к цели. Понтово, правда? Дальше будет пример. Если там кто-то потом будет в Твиттере ныть, там, Дорофеев, Капитанин, он все там, ничего нового не рассказал. Вот оно, новое. Дальше оставшиеся там 140 слайдов я буду просто объяснять это новое. Данные, знания, действия, цель. Ну и поехали, там, вот сейчас начинаем разбирать вот эту мудрость в деталях. Начинаем с самого главного, целью. Я призову на помощь моего, одного из моих любимых персонажей, это лоцарь целеполагания. Кто видел его в Минске, можешь передать ему привет, он уже второй раз на сцене. Представьте, что мы поставили ему две цели. Он сдох. Он долго думал, вот, где бы поесть и помер. Оживи его. Если у него нет никакой цели, он сдох. Понимаете, да, тонкий намер? А если у него цели одна, он счастлив. Я не хочу сказать, что люди, ослы, там, вот, какой-то параллель, вы не подумайте, да? Вот, этот человечек, он не сдох. Пока. Все дело в количестве. Дорогой менеджер проектов, HR-ы хотят, чтобы команда была дружная, там, финансисты, чтобы все было прибыльно, там, главное, по производству, чтобы все это сделали быстро, вздымите. Когда вы хотите ставить цель, поставьте себе, выберите что-то одно. Вы знаете, да, помните, наверное, старый байк? Быстро, как там, дешево, качественно. Вы можете выбрать только два. Ни хрена, в 80% случаев вы ничего не можете выбрать. Ну, хорошо? Но, тем не менее, попробуйте выбрать что-то одно. Понятно, что вот, там, для человека, у которого нет внутреннего стержня, тяжело, он будет метаться от одной цели к другой, вот их так много, так много. Но, на самом деле, они взаимосвязаны. Очень тяжело добиться чего-то одного, успехов в каком-то одном направлении, и совсем не добиться ничего других. Вот, скажем, например, если мы будем работать быстро, наверное, у нас получится вовремя и более-менее бюджет. Ну, скорее всего. А если у нас будет все это, мы будем работать дружно и делать, собственно, надежно, когда вот там после каждого костыля оно не будет разваливаться, скорее всего, будет быстро. Если будем делать качественно, то есть не переделывать три раза одно и то же, чтобы получилось надежно, наверное, получится надежно. Здесь есть тонкий момент, такие условия необходимые, но недостаточные. Там есть еще какие-то условия. То есть просто качественно, недостаточно для надежности. Там есть еще что-то. Так же, как и чтобы делать быстро, надо делать надежно, дружно и что-то еще. Чтобы сделать дружно, тоже еще есть какие-то условия. Более-менее вот это все распадается в какой-то такой сеть или граф причинно-следственных связей. И вы можете выбрать из этого чего-то одно. Вот как только вы выбрали, вам жить становится проще. Как мастер-диоты говорит, да, цель помогает, цель, что важно понять, помогает. Да? Как только у вас появляется цель, вы можете отсеять важное от неважного. Нет цели, все важно. Здесь тоже такой еще философский вопрос. А как? Простите за Григорию. Насколько высокая должна быть цель? Мы знаем, что цель любой компании зарабатывает большинство из компаний. Есть некоммерческие организации, они там спасают людей, еще что-нибудь делают. Большинство коммерческих компаний должны зарабатывать деньги сейчас и всегда. Точка. Вот она цель. Было бы шикарно привязать зарплату программистов к этой цели. Вот. Ну, туда. Ну, туда сложно метить. Программисты любят получать деньги в зарплату, отвечать за их получение компании не любят. Я не понимаю. Ну, вы поймите, там и владельцы тоже, да? Он с радостью бы платил за срочки входа, но они как-то плохо не всегда материализуются в деньгах. Вот. Если вы не способны метить в эту самую высокую цель, где-то должен появиться человек, который берет на себя ответственность и говорит, что чтобы зарабатывать деньги сейчас и всегда, нам нужен, ну, здесь две цели. Лучший продукт, довольный клиент. И вот эта вот штука называется модель. Он уже поставил цель, он отбросил все важное. Он не сказал, например, нам нужно часто много маленьких продуктов. Это тоже может быть стратегия. Он не сказал, нам нужен известный продукт. Он не сказал, что нам нужно много клиентов. Он сказал, довольный клиент, лучший продукт. Он взял на себя ответственность. Он для вас взял, цель отпустил чуть ниже. Пожалуйста. Все. Теперь давайте мы вашу зарплату будем привязывать к довольному клиенту. Можете? Отбросив неважно, мы получаем модель. Нельзя отбросить, как я говорил, неважно, пока у вас нет цели. У вас появляется цель довольный клиент. Если вы на этом уровне ничего не можете сделать, опять появляется еще один человечек, он опять принимает на себя ответственность, говорит, довольный клиент, это когда мы быстро обслуживаем, даем компетентный совет. Ну, так как Балды, например, скажем, это бизнес техподдержка. Отлично, да? Еще одна модель. А здесь вы уже сможете быстро обслуживать. Вот когда на этот уровень цель она спускается, там уже можно начать философство, вводить какие-то всякие волшебные метрики, СЛЭ, не знаю, опрашивать посетителей, не знаю, клиентов, насколько они творены, и так далее, и так далее. Есть одно маленькое западло. Во-первых, когда эта штука собирается обратно вверх к зарабатыванию денег, это не гарантирует. У нас здесь уже есть два уровня предположений. Два человека взяли на себя ответственность, построили модель, отбросив с их точки зрения что-то неважное. Оно может быть важным. Кто знает. Они, конечно, за это отвечают, но если мы все облажаемся, как-то вот, ну, все пострадают. Ну, замечательно. И второе западло, это то, что вот может получиться внутри компании, у вас будет один отдел отвечает за быстрое обслуживание, а второй за компетентный совет. Вы дали ему компетентный совет? Нет, не успели, его те уже обслужили. Ну, у них премия за скорость, вроде бы за компетентность. Вот, два таких непонятных западла. Ну, это что касается цели. К цели нас приводит к действиям. Действия я обычно называю модель управления. Ну, должно быть слово модель. Мне было лень рисовать прямо вот что-нибудь такое красивое, чтобы можно было выдать за модельную наружность. Я поэтому слова вышел. Перед тем, как рассказать про модель управления, хочу сказать три слова о сложности. Даже не сказать, написать. У меня в команде был человек, там давно еще на первой работе, лет восемь назад. Он пошел сдавать на права в сорок пять лет. Впервые. До этого машину не водил. Он матом говорил, вот какому человеку в голову пришло три педали на две ноги. Вот координировать движение всех конечных. Я понимаю, сорок пять лет человеку. Вот никогда не водил автомобиль. Я только действительно шел. Хотя мы все с этой системой справляемся. Ну, смысл в том, что чем проще ваша модель управления, чем меньше вариантов на нее воздействия, тем больше шансов, что вы с ней сможете управиться. Ну, понятно, тем меньше гибкость, тем меньше шансов, что вы куда-то, туда, куда надо, придете. Здесь нужен баланс. Поэтому всегда, чем меньше число воздействий, тем лучше. Вот богатык, да? Он стоит на разбудке. У него нет никакого там ничего другого выбора, кроме как на лево, на право, прямо. Вот он, его модель управления. Новый персонаж, собачка. Как вы думаете, что у него в голове? Да. Если это не сейчас есть, на это можно попиться. Понимаете? Мир сильно упрощается. Я утрирую, да? Давайте чуть посерьезнее. Кто знает, что такое три больших буквы «Чуть и день»? Правильно. Да, там тоже ведь модель управления, она предельно проста. Любое входящее, там будет письмо, какая-то вот вещь не на своем месте, вкладка в браузере, она может быть удалена, сокранена, поручена, отложена, сделана. Все. Ничего больше нельзя. Никто не говорит, что у вас есть возможность попротраспинировать, попаниковать 15 разными способами, побегать, покричать. Нет. Все, пять исходов. С чем бы вы ни столкнулись, чтобы вот перед вами там не возникли, пять исходов. Вот. Очень рекомендую, да, я уже не хочу там в деталях на этих GTD останавливаться. Там, те, кто не знает, что это такое, есть ссылка на мой бок тела. Там я тоже так красочно, но, по-моему, даже без неприличных слов более-менее описываю, что это такое. Это система спасла мой мозг от саморазрушения. Есть, Аль? Хорошо. Это вот то, что касается действий, да? Что у нас есть по этим действиям? Конечно же, данные или знания. Я его называю тоже модель явлений. То есть модель, опять же, модель, это мы берем реальность, откидываем все неважное и с этим, с остатками имеем дело. Теперь мы смотрим модель, вот, объект управления. И, как говорится, в конце концов, говорим о телке. Пример. Да, просто я взял объект, откуда-то. Это многопариметрический объект. Может описываться тысячами. Огромным количеством метрик. Имеет при этом, нам надо вообще там, давайте премировать коров, у которых беременность меньше девяти месяцев. И человек, вау, метрика активная, давайте, конечно, наконец-то понятно, за что и платить премию. Или за удвоя. Так? Но при этом, на этом этапе, скорее всего, никто не спросит себя, а зачем вот этот объект нам нужен, в принципе, цель его какая? и как мы на него воздействовать хотим. Когда у нас есть цель, мы знаем, как воздействовать, мы можем понять, какие данные нам нужны. Данные, как правило, это ответ на вопрос. Например, какова пищевая церковь, отварную галягию. Понятно, что вот запросы этих данных исходят из определенного действия. Я бы я не подписывать на него хочу. То есть действия, знания, а потом уже данные. Понятно, что как только у меня возникает вопрос, я знаю, что мне нужно измерять, на что мне нужно смотреть. До того, как у меня появляется понимание, как вообще с этой штукой обращаться, я не знаю, что мне измерять. Я могу измерять чего угодно, программисты так и делают. Я просто много взял, много методов хороших. Каждый из них хороший. Ну, вот в куварах можете мне рассказать, как вы, можете ли хоть что-нибудь из этого обратить в какое-то действие. Я даже не буду спрашивать, приближает ли это действие у вас к какой-то цели, потому что вопрос о цели это вообще такой интимный. А зачем вы здесь? Звучит так же, как у лошара, а что ты жизнь в свою гробишь? Тонкий момент. Хорошо. Я писал общую схему. Я еще раз напомню. Данные переходят в знание, знание в действие, действие приближает к цели. Иначе никак. Если хотя бы одно звено отбывается, вы занимаетесь ерунгой. Он объективный, конечно. Теперь об ошибках, которые ждут нас на этом пути. Ошибки из этой скочки хорошо вылезают и классифицируют. Например, самое первое. Данные есть, знаний нет. Такой отличный пакет. Я надеюсь, только я с такими сталкиваюсь. Девочка-маркетолог. Ой, а у нас по сайте есть статистика? А что такое статистика? На какой вопрос хочешь ответить, девочка? Ну, я ожидаю, да? Я помочь хочу, я не издеваюсь. На какой ты вопрос хочешь ответить? Я ожидаю, например, сколько пользователей в Англии к нам пришли за месяц? Ну, или правда ли, что на страничку А ходят в два раза больше, чем на страничку Б? На какой вопрос? А есть ли у нас статистика? Врут мне логики. Да? Я говорю, хрящ, я говорю, три гиганты. Вау, спасибо. Больная тема. Самое главное, чтобы там были возрастающие тренды. Что-нибудь построить, чтобы вверх росло. Потому что, когда что-то растет вверх, это можно использовать для обоснования увеличения бюджета от дела, премии, ну и и вообще премию. Вот. Чего-нибудь еще. Спасибо. Еще есть такой стереотип, чтобы не быть швинишком. Я его называю «А ты что, мэнэк?» Какой-то приходит «Ну как, чё?» Ну вот бывает, да? Я на самом деле тоже прихожу, спрошу «Как, чё?» Но они понимают, что на самом деле это значит мы успеваем, да нет? А тут бывает просто «Ну как, чё?» Ну вот они не знают, что спросить. Ну вот проект, да, там начитался, наслушался каких-нибудь этих вот всяких, как это, гуру или недогурьков менеджмента, что вот там нужно с людьми разговаривать, но он разговаривает, ну чё, «Как чё, как чё, как чё?» Ему люди серьёзно, ему отвечают, не вдавая за детали программируют. Вот я там столько годов нагонил, там тестировщик, конечно, столько натестировал, там 54 бака, вот это всё вывалил. Ну тут ушёл, довольный, говорил. К начальству приходит, там начальству, у него тоже какой-нибудь топчат. Ну, топчат. Ну, он так всё это передаёт туда. Ну, работа идёт, классно. У меня было термина, каска передастов. Вот. Там услышал, туда отдал. Хорошая работа. Называется менеджер. У человека нет понимания, знания которого. Хорошо прийти и задать вопрос, сколько процентов бюджета мы уже потратили? Это уже звучит, конечно, тоже погоднически немножко, но хотя бы понятно, что человек, какие дальше действия будет предпринимать. Вот. Есть ещё один класс ошибок. Мне пришлось изобрести математический символ. Вы, наверное, поняли, что это значит, да? Ну, то есть, данное, конечно, в знание превращается, но, простите, через жопу. Один из примеров такой ошибки этого половины сотрудников у нас перформят на уровне ниже среднего. Кому не смешно? У вас точно половина сотрудников ниже среднего. Кому не смешно? Надо это. Эчарам выдать указ и не давать премии, пока все не будут выше среднего. Правильно? Средний – это вообще классная статистика. Мне нравятся вопросы. А смог у вас средний программист пишет стройте кода? Тредний программист – это вот такой, да? Ну, можно так посмотреть, да, сколько он в среднем пишет, только такого не бывает. Вот это все к тому, что на самом деле это маленький хим. Средний – это плохо. Пользуйтесь распределениями. Вот распределения, на самом деле, чем они плохи, это вот каждому придется отвечать на этот вопрос. А что это за график такой? А сколько там в среднем? В среднем, вот просто я вытащил, да, при выполнении запроса. Оно 16 дней, если интересно. 16 дней – это значит, 90% всех запросов выполняется ниже среднего. И, скорее всего, вот этот средний формат попал из одного маленького запросика, который просто продавали на год. Вот так вот. Работали, работали хорошо, один разок продавали, вот где средний изделия. А теперь отчетный период, надо премию, да, получать. мы 500 запросов так в ноль одну минуту позакрывали, мы скриптом, пяу, средний полдня. Лучше в индустрии. И в примере с людьми распределение бы показало, что средний, она, конечно, наверное, средний, но такого нет. как может помочь средний, которого нет. Ну, вот, да, распределение числа сисек в среднестатистической IT-компании. Кто-нибудь, наверное, скажет, что и так оно выглядит. Ну, мы учнем, что там есть еще пивные сиски сиски садмин. Она сойдет. Вот это классический пример про людей-снежинок все уже знают, да? Еще один пример неправильного превращения данных в знания. Приходит менеджер, видит вот этот вот человек-снежинок, которого руки с жопа расходят. Там история происхождения была проста. Я там в какой-то конференции готовился, думаю, как бы это изобразить. Изобразил так. Приходит сын, тогда 5-5, и говорит, ой, снежинка улыбается. Думаю, отлично. Снежинка. Вот человек смотрит, вот у него команда, да, и один такой, и он думает, что все такие. Почему-то вот обобщение, это наш бич прям. Там, не знаю, на сервис-деске айтишники выдают там ноутбуки прокатные, один упырь из сотни его продолбал, теперь все ходят, бумажки подписывают. ну, дополнительно один упырь, геморрой на всех. Ну, я думаю, тоже каждый из вас знает много таких примеров. Один упырь, что-нибудь говноходное, такой закомитил, и теперь для всех прикормить будет неудобно. Так вот, нет, чтобы с упырем как-то побороться, а пацаны нормально, как жили, так и живут. нет. Это даже была идея, хотя я не буду, я пройду, что-то в ВАР. Здесь я тоже пропиариваю, да, люди-снежинки, как мы боремся с этой ситуацией, как мы можем реально отделить тех, у кого руки из одного места, а тех, у кого с другого места. Есть одна из моделей, я ее люблю, я в нее верю, это 6-зип. Вот. Те, кто не любит большие бумажки, да будет вам известно, что есть уже пост на статистическом управлении процессом. Он является переводом и сочным, ну, в общем, хорошая бумажка, я по ней очень много чего делал, достойно. Бэнбок, кто любит Бэнбок? Хорошая книжка, мало кто любит. Знаете, там в новом издании появилось управление проектом по методу критической цепи. Это вообще там новодел, новый тренд в теории управления, теория обречения, это круто, понты. Ну, просто вот, там они не все такие старые. Вот это как раз был рассказ про статистическое управление процессом, почему там 25 минут все ржали непрерывно. Это вот там впервые депутировали люди с нежимки. Я серьезную тему в этом рассказ. Кто не успел, в конце может посмотреть в бложике. И сейчас, как я понимаю, в Wi-Fi место так, «Бульк?» 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 «Десять минут?» «Блин, тогда им все не хватит». Хорошо. Ошибки? Знание есть действие. Отлично. Да, вот. Ну, это так любят менеджеры делать. А сколько мы продали чего-то в Англии? Иногда вот какие-то такие невинные вопросы, они могут лавинообразным образом вызывать очень много всякой активности. Там задает своему сам вопрос, а сколько мы продали в Англии там за прошлый квартал. Тут бежит в систему, система не поддерживает фильтр по странам. Нет, чтобы как-то быстренько сделать выгрузку в Excel и посчитать отдать ему разок. Один хрен действия не последует. Он к айтишнику, «Ваша система, говно, она не может вырабатывать там вот отчет по странам». Айтишники, «Вах!» Начальник же попросил, и давай на 3 месяца залопали, сделали отчет, сказали 713. Угу, хорошо. Ну, Ну, или, там, люди очень любят объяснения. Люди, вот просто большинство людей живут в дискомфорте, когда знают, что случается неведомая хрень. Вот, что-то отвалилось, им нужен срочно отчет по факапу, постфакапный отчет. Вот, что случилось? Ему объяснили, вот там, вот так вот, вот это случилось. Ага, понятно, все, успокоился. И никакого действия. Я надеюсь, это вот только мне так везло, у вас, на самом деле, там, если кто-то просит, постфакапный отчет там разворачивает деятельность, что-то улучшает, модернизирует, чтобы это больше не случалось. Правильно, да? Ну, конечно. Вот, ну и классический пример, действий есть, целей нет. Знаете, сэлф-барк? Я говорю, мой любимый мультик, я понимаю английский язык, когда это выучил. Очень удобно, когда работаешь на американского заказчика, там вот эта вот детская речь, и с котирками, она помогает общаться с телефоном. В какой-то момент я понял, что я знаю пять синонимов слова «какашки» ни одному техническому термину. И это не мешало. Вот, у них там был замечательный план, да, фаза первая – сбор трусов, фаза вторая – не помню, фаза третья – получение прибыли. Это вот мне нравится, вот, сейчас, я вижу, давайте сейчас там сделаем грейдинг, всех оценим, переоценим, не знаю, осезнем, а потом получим прибыль. Ну, фаза первая – всех оценить, все справедливо, чтобы все всем понятно и прозрачно было, фаза вторая – а потом прибыль. Не вопрос, да? Там, те, кто хотят привязывать деньги к метрикам, хочу вот маленькую вещь такую сказать. Называется «Черный закон метрика». Как-то постарался записать в математической формулировке. Для любого множества метрик существует стратегия «Б» такая, что значение метрик на этой стратегии всегда в зеленой зоне, но при этом на этой стратегии сам проект платить за строчки кодом. Самый банальный. Как это? If A больше B, if A меньше B, if A равно B, else – профи. Смотрите, на самом деле здесь любую систему можно вскачивать. Вы можете начать не усложнять, да? Оплатить за строчки кода, но привязать еще как-то вот через функцию к багам. А багеры тоже когда тестеры могут жуликовать, тогда как-то через время разрешения багов, коэффициенты к переоткрытию еще чего-нибудь вот такого монстра сделаете и вроде бы вам кажется, что его нельзя вскачать. На самом деле нет. Его, конечно, вскачать можно. Люди у нас в IT-работают умно и они это непременно сделают. Просто вы не заметите, когда это произойдет. Нинстом маленький западок. Но вот еще неприятно. Есть подозрение, я не готов его доказать, мое подозрение, что вот эта вот стратегия B соответствует минимальному уровню геморроля. А люди после того, как они максимизировали свой доход, имеют тенденцию минимизировать геморроль. это вкупе. Черный закон метрик приводит к тому, что как-то платить, не знаю, привязывать чего-то к объективным показателям, если это не цель, если я привязываю вашу премию к доходу компании, то мне пофиг, как вы жуликуете, что у меня прибыль компании будет и долгосрочная, и краткосрочная. Хотя я много непонятного, самое непонятное это вот это, что данные должны перетекать в знания, в знания влечь за собой действия, действия приближать к цели. Я думаю, половины не поняли, и надо на пальцах. Я буду брать за основу старый пример. Мы поставим цель перед командой. Будем считать, что у меня команда исповедует итеративный инкрементальный цикл разработки, у нее есть цель успех к сроку. Сейчас мы все разберем по полочкам, где там модель управления, где там модель явления, где данные, какое знание мне нужно и как я могу на это на все воздействовать. Итак, модель явления. Все начинается с чего? С ведра. Ведро это модель моего баклога. Оно описывается функцией B от N, где N это номер итерации. Помните, да, итеративный инкрементальный процесс, не будем называть его скромно, потому что по-моему уже на конференциях это слово произносить на бетон. Есть команда три бактерия. Каждую итерацию они берут кусок задач из ведра, перерабатывают и со скоростью out attack вкладывают в потенциально готовые поставки продукта. Появляется в конце токачек и свой ценный фидбэк возвращает обратно в бэклог. фидбэкл чувствуете, здесь четыре параметра. На самом деле, я не сказал еще про DRT, это технологический долг. Команда что-нибудь такое делает естественным образом у него возникает желание что-то обрефачить, но не прямо сейчас и потом. Это тоже возвращается в бутно вместе с WP-ком от заказчиков. Вот она модель явления, она достаточно простая. Здесь видите, из данных всего четыре штуки. Некачество хода там, ну вообще как качество хода в мире. Ни количество хода, ни число бадов, ничего. Вот мне это все не нужно. Я не умею транслировать действия. Дальше модель управления. Что я могу делать? У меня есть первая ручка. Сливать бутно. Ну, либо сливать, либо потом сливать. Это там, скажем, безболезненно можно 20% фич выкинуть, никто не заметит. Есть это волшебные кастрицы были встроены. Они могут выключить один из параметров. Тоже еще одна кнопочка на путь моего управления проектом. Есть магическая фига фичи фриза. Чувствуете это вообще? Ролевая игра. Я ему закачиваю нэ. Ну и делю приток. Я его не выключаю совсем, потому что иногда откровенный шлаг. и есть персонаж, старый персонаж. Вот он давно еще родился в моих презентациях. Видите, да, это мотиватор. Такой вот. Вы, наверное, слышим, есть там старше как в Орлов Слава Конкратов про нематериальную мотивацию много рассказывает. Вот у того человечка в руках, если присмотритесь, есть экстракорпоральный нематериальный мотиватор и интеркорпоральный нематериальный мотиватор. Можно нематериально замотивировать команду, она вроде на каких-то небольших промежутках времени может прибавить скорость. Если это не помогает, есть полчебная кнопка. Плюс к этому всему нужно добавить статистическую модель, про нее вообще не буду рассказывать сейчас, чтобы вас в коммуне ввести. Те, кого не пугают слова среднеквадратичные отклонения, можете туда посмотреть. Я ее рассказывал много-много-много раз. Есть даже волшебная целька, куда вводишь все эти волшебные четыре параметра, она рисует тревую. Такую вот. Это функция плотности распределения для даты поставки. Понятно? Красники штучки, они показывают вероятность завершить проект в определенную итерацию, а синенькая это кумулятивная функция распределения. Она показывает вероятность завершить до указанной итерации. И наверху есть табличка это приборная панель. Я включаю костыли и вижу как распределение сдвигается. Костыли были выключены. Я смотрю 80% дата поставки 18 итераций. Закажу и говорю это много. Я так костыли 14 ну амгар тогда на тебе фибель. 8 отрицать очевидно сказать нет у меня среднепатротичное отклонение по скорости у меня каждую итерацию я всегда делаю 1 в 1 30 что неправда. И пока что на 8 итерацию запрошу отлично ну в реальности понятно внесет свои коррективы за счет отклонения скорости на фиче фриз конечно он скажет нет ну и костыли лапош один фирменный костыля вот вот это модель здесь видно какие кнопки я могу нажать здесь видно зелененькие параметры которые я измеряю понятно как они переходят ну вот при помощи модели видно как они переходят к действию здесь есть данные это вот эти функции есть знания знания объем бэклога велосити скорость фитболка модель управления костыли слив мотиватор и чиприз 5 минут ну и старт модель просто чтобы конвертировать одно в другое вот если мне кто-нибудь расскажет как скажем баттери опенеры туда всунуть я буду наверное благородить померить можно хорошая цифра 5 минут да то есть у меня подчет на один примерчик отлично давайте еще такой более эзотерический на самом деле я тоже рассказываю кому не интересно можете не слушать максимум производительности у нас есть такая цель опять же в рамках итеративного инкрементального процесса я хотел нарисовать про не итеративный но подумал что не пойму кто знает что такое метод барабан-буфер-канат правильно сделать что не нарисовал в кулуарах расскажем здесь все просто опять у нас есть моделька здесь команды нет ростфункциональной но я думаю это нормально мало у кого есть по-настоящему ростфункциональной команды у нас есть два персонажа как выглядит моделька программист с синий квадратный маной тестировщик с красной треугольной маной есть задача по нанесению пользы непоправимая польза заказчик она наносится так сначала кастует разработчик синюю ману потом две красных кастует тестировщик ставится головка польза нанитина заказчик доволен это вот я сильно утрирую немножко упростил есть у нас волшебный бюро-даун-чар конечно там есть персонажи разработчик тестировщик в углу они планируют работу на итерацию конечно же все вместе оценивают все эти наши общие часы набивают легостики чтобы не превысить конечно самые умные разработчики все послушают его и ориентируются на них несмотря на потом начнут работать разработчики быстренько опустят бюро-даун до середины манка свою работу сделали начнут манкать тестировщиков они замучились накастовали свои маны запутались все продолбали и успели 5 звездок это вот эффект когда у нас тестировщики являются ограничением я встречал там в своих командах в одну есть очень частенько на самом деле хорошо если маленькое верическое отступление хорошо если вы замечаете что они становятся ограничениями плохо когда не замечаете это значит что весь шлаг идет за ним дальше потому что это не завод где скажем ты не покрасил деталь она дальше не ушла спали войти немножко проще там в репозиторию как раз через два года кто-нибудь своплен найдет может быть что делать модель управления простая у нас есть ограничение классический пример из индустрии говорит что перед ограничением ограничение такой очень интересный узел час простое ограничение равен часу простое всей цепочке в целом если тестировщики час ничего не делали значит это час продолбан и то что вот там 20 часов ходили программисты на час поставки сдвинулись все мы никак не нагоним этот момент и у нас есть в системе флуктуации ну там разработчики могут что-то делать неделю ну там день два дня хотя сказали полдня три дня вот из-за этих флуктуаций может получиться что вдруг тестировщикам нечего делать чтобы такого не произошло их защищают за делом работы защитный буфер готовый к тестированию задач кстати поэтому я не возражаю когда наконец эта итерация остается разработанный но не протестированный функционал это значит что в начале следующей итерации тестировщикам будет что делать они не будут простаивать пока там программист что-то готовит и в модели управлять не струбильным в клубе выкл программистов ну не в смысле вот так выкл программистов выкл имеется ввиду он делает все что угодно что не надо потом тестировать в выключенном режиме у нас ребята например не помогают тем-то тестировщикам когда там буфер переполнен перед ним все идешь автоматизируешь тест-кейси можешь заняться видом тренингом своим любимым еще чем но лишь бы ты не накидывал буфер не сделан работать дальше ну и все у нас есть защита от простоев чтобы вот в результате флуктуации тестеры непростая защита от перепроизводства очень простая модель включить выключить 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 вот и в нашем бурдауне мы выкидываем вообще отработчиков нам неинтересна оценка их по трудам ну интересно наверное так чтобы они понимали что о них заботятся их оценка в их часах пока они не ограничения ни к какому действию на самом деле не влечет мы рисуем бурдаун тестировщикам задачки видите подбиваем под тестировщиков несмотря на то что там вот аналития архитета старший разработчик это разрабатывает два часа это три часа вот им так набивают всех этих задач мы наоборот приходим к тестировщикам и спрашиваем вот сколько им разрабатывают вам сколько им тестируют два дня это три дня ну и под них так и набиваем я поразаткнулся вот и рисуем бурдаун но бурдаун надо снабдить еще данным размером буфера перед тестировщиком вот вот она на самом деле простая модель явление управления лирическое отступление там и я угрозател все я это назвал бурдаун по теории ограничения знаете мне нравится вот мое лирическое отступление я очень благодарен тому человеку который ткнул меня носом вот в это что есть ограничение а есть батлнек это две совершенно разные вещи рассмотрим чуть более расширенную производственную цепочку пусть у нас впереди будто бы аналитик и опять же задача по нанесению пользы она состоит из трех этапов один кастует зеленую круглую ману второй квадратную синюю третий треугольную красную как понятно кто ограничение по производству и по опыту из производства понятно что вот у кого больше работы то то ограничение вроде бы но на самом деле если мы смотрим может оказаться так у нас вместо аналитика есть персонаж не очень качественно выполняющий свою работу поэтому его кружочки я обозначил коричневый видно да цвет передачи в результате следующему за ним программисту приходится делать и свою работу и по невыгодному курсу делать его работу и он естественно становится затыком но он не является ограничением он является батлнеком ограничением является то же самое и с тестировщиками если из программистов лезет лажа всегда будет затык тестировать вот ну это наверно все еще раз третий четвертый пятый раз занудно скажем данные перетекают в знание знание в действие действие приближает к цели когда этого нет все что вы бы не измеряли лажа вот все спасибо 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 спасибо